Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в ФМ-диапазоне. Телерадиоканал Страна.ФМ. Это программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина. Здесь всегда только лучшая из лучших. Мы сегодня поговорим о потрясающем уникальном коллективе в нашей стране, о потрясающем музыкальном грандиозном событии в Москве. Ну и не просто поговорим, а еще и посмотрим и станем просто настоящими свидетелями настоящего чуда искусства. Все будет здесь происходить в нашей студии. Друзья мои дорогие, рассказываю. Значит так. Русский национальный балет «Кострома» представляет. Национальное шоу России «Кострома». 15 сезон в Москве. В Театре фольклора «Русская песня». И уже с 15 июня мы можем с вами наблюдать потрясающие эти события. Если вы уже сходили, вы наверняка сейчас уже просто встали, начали аплодировать. Если же нет по какой-то причине, спокойно у вас еще до сентября будет замечательная возможность посетить небывалое мероприятие. С огромным удовольствием представляю свою гостью. И у меня сегодня в гостях заслуженный работник культуры России, учредитель и президент балета, продюсер абсолютно всех проектов Елена Царенко. Елена, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Мы очень рады видеть вас. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. И огромное отдельное спасибо за то, что не одни, за то, что у нас будут еще и хореографические танцевальные сюрпризы. И, конечно, мы еще и пообщаемся также с артистами балета. Ну, во-первых, я вас спешу поздравить. 15 сезон, юбилейный, в Москве. И каждый раз, это уже такая сложившаяся хорошая традиция, это аншлаги. Это огромное количество людей, которые с большим удовольствием идут. Не только жители столицы, но и, естественно, и гости. Это огромное количество и иностранных туристов. Потому что понятно, что национальное шоу России Кострома, это уже такая визитная карточка не только балета Кострома, но и вообще, получается, России. Я хочу, чтобы вы немножко рассказали о шоу, об этом шоу, потому что там потрясающие, я знаю, декорации. Там невероятное количество, более 300 костюмов. Там какие-то сумасшедшие совершенно задумки, режиссура. И всё это, конечно, сделано вами, задумано вами, поэтому вам слово. Да, спасибо большое. Вот вы сказали 15 сезон. Действительно, для нас он считается юбилейным, потому что каждый сезон мы работаем 80 спектаклей. И это достаточно большой объём. Вообще, балет создан, немножко скажу историю балета, в 91-м году. В 91-м году, и это профессиональный коллектив в жанре народной хореографии, молодой. При балете создана хореографическое училище, губернская балетная школа. Так что сейчас, вот на этом 15-м сезоне, у нас 80% наших выпускников. Молодцы. Сегодня они здесь будут представлены в студии. Один из первых наших выпускников, который танцует до сих пор на сцене со своим педагогом. Это тоже большое счастье, видеть и наблюдать, как это всё происходит. Программа «Национальное шоу России» очень масштабная, достаточно интересная и концептуальная. Программа о Великой России и об истории России, о многонациональном государстве, о разных народах, населяющих нашу великую страну. И она представлена, конечно, немножко по-особенному, потому что на сцене не только находятся артисты, а красивые-красивые декорации. Это и скань, которая олицетворяет чудо-скань, родившееся на берегах реки Волги. И это обожжённый свиток, который говорит об истории, и такой дух старины, и создаёт определённый образ героический в номере «Защитники». И это молитва о клад Богородице, которая символизирует нашу православную веру, которая хранит нашу Россию. И, конечно, номер особенный, который вообще на протяжении всех 15 лет, он постоянно в нашей программе, да и вообще на всех спектаклях. Вот. Чайная – это эпоха царской России, мы видим самовары. И завершает нашу программу великолепные декорации, отражающие наши купола золотые. Это Москва, шоу стоит в Москве. Вы действительно сказали, что шоу, оно ориентировано не только на российского зрителя, но и на тех туристов и гостей столицы, которые приезжают узнать о культуре нашей страны. И, приезжая, приходя к нам на шоу, они, конечно, приятно удивлены. И они могут увидеть то, что они увидели сейчас в Москве. Они могут узнать больше о России через её культуру, через танцевальную культуру, через очень интересные созданные образы. Поэтому начинается программа «От вхождения христианства в дорогу до обновлённой России». И во второй части мы представляем культуру тех народов, которые населяют. Это от Крайнего Севера до Юга, от Кавказских гор до Южных Азиатских степей. Представлена и могучая река Волга, и Нисей. И, конечно, это такая палитра, это краска. Как будто из окна автобуса мы наблюдаем такое кино и перемещаемся по России. А мы очень любим эту программу, и мы создавали её как раз в процессе этих 15 лет, потому что... Мне кажется, это колоссальная работа должна была проделать. Это колоссальная работа, да. И здесь не только в хореографии дело, здесь, конечно, и в истории ещё, и в фольклоре, и там же и музыкальные инструменты, исключительно национальности тех, которые представлены в этом спектакле. Вы знаете, музыкальный материал разный, и он записан разными оркестрами. И где необходимо подчеркнуть изящество, там есть и симфонический оркестр, где нужно показать мощь и дух нашего народа. Там, конечно, мощный оркестр народных инструментов имени Осипова. Разная программа. И горловое пение, и звуки птиц. И это такая палитра красок музыкальных, которая помогает нам создать вот эти образы, и создать такую красивую историю в нашей стране. Очень хочется, тем более, после ваших слов обязательно сходить и посмотреть, и увидеть всё своими глазами. Тем более, что люди пишут, и отзывы действительно исключительно восторжены. А также все говорят о том, что там очень много интересного того, о чём не прочтёшь даже в исторических учебниках. Так что, в общем-то, если тем более впереди экзамен по истории, обязательно нужно посетить национальное шоу России Кострома. И вполне возможно, там, ну, и что-то где-то можно не дочитать, потому что вы почерпнёте это, собственно говоря, из зрительного зала. Я хочу сейчас предложить нам с вами посмотреть. Я так понимаю, что совершенно такие нарезочки небольшие. Включите нам, пожалуйста, видео. А вас попрошу, Ильин, немножко комментировать. И вот на экране включите нам, пожалуйста, тоже изображение, чтобы мы видели, что там происходит. Трёхминутный ролик должен быть. А это как раз небольшие фрагменты, да? Да, это небольшие фрагменты нашей программы. Казачий, большой казачий пляс, вот эти защитники с обожжённым свитком, который собирательный образ. Удивительный хоровод Грустиночка. Аскань, который номер потрясающий. И девушка на афише. Вот в этом костюме мы, наверное, все видели и все знали. Конечно, конечно. Кавказ с барабанами. А это Бурятия. Потрясающий номер Волга. Сколько человек? Я знаю, что более 50. Более 50 человек. 17 смен у нас идёт костюмов. Порядка 7 смен декораций. Более 600 костюмов. И, конечно, очень много разных образов. Огромное количество мелкого реквизита. Это зонтики, это 60-е годы, это мы уже приближаемся к России. Уже более современной. Ну, вообще, конечно, очень сложно создать на сцене, вернее, представить на сцене всю историю. Конечно, это идёт эпохами, это фрагментами, но масштаб, я так думаю, у нас получился. Татарский номер. А как же? Куда же? Конечно. Да, мы очень любим эту культуру, и у нас очень много связывают, и артисты у нас есть. Вот это пролог. Масштабный очень тоже пролог, где мы представляем разные образы. И образы варяг, и старца, который начинает рассказывать былинным текстом таким об истории нашей. Князь, образ князя Владимира. Сколько по времени длится? Два отделения. То есть антракт есть? Да, антракт есть, 45 минут. И второе отделение чуть-чуть побольше, ну, там минут 55, наверное. Очень-очень красивая музыка. Мы используем не только народные темы, конечно, мы используем музыку композиторов. Вообще программа отличает то, что у нас был свой собственный композитор. К сожалению, его нет. Я бы очень хотела о нем упомянуть. Это Владимир Гордеевич Корнев. Почти большая часть программы звучит его музыка. Конечно, это все выписывалось. Каждая нота, каждый образ записывалось в студии. Есть народные темы, есть узнаваемые. Здесь есть и Калинка, здесь есть и музыка Петрова, «Я шагаю по Москве», и музыка Ивана Купала, и Кострома, которые тоже немножко эти звуки и такой современной обработки, они как-то, ну, наверное, очень близки нашей молодежи. Вообще хочу сказать о программе, что одинаково воспринимают эту программу и русские, и иностранцы, и дети, и взрослые, они испытывают разные эмоции. Детский восторг, они испытывают лирическую грусть, они испытывают радость. И в зале сидят люди разных национальностей, и, наверное, разного социального происхождения, разного общественного положения. Но они абсолютно одинаковое чувство испытывают, и в конце они стоят, они танцуют, и их объединяет, конечно, это искусство. Вы знаете, даже разных политических взглядов, и Израиль, и Арабы, и Пакистан, и Иран, и всё равно искусство объединяет, и вот эта радость, она их наполняет, они, конечно, уходят очень восторженно. Это просто настоящее искусство, оно, конечно, не может не трогать. Это, правда, невероятно красиво, это очень хочется увидеть и посмотреть. Есть ли какие-то выходные, или абсолютно любой день можно выбрать и отправиться всей семьёй с друзьями из компании? Да, есть выходной, один день четверг, а так мы ждём всех. Каждый день шоу идёт на площадке, в 19.30 начало, на сцене театра фольклора Олимпийский проспект, дом 14, или сейчас, как он правильно называется, Академический театр, русская песня, у них новое название. Мы с радостью всех приглашаем, потому что я думаю, что вы два часа получите радости и хороших, добрых впечатлений, которых надолго хватит. Да, друзья, обязательно. Я думаю, что билеты можно и на официальном сайте посмотреть. Ещё у меня очень хорошая новость, замечательная. Слушая внимательно и просматривая телерадиоканал «Страна.ФМ», у вас будет возможность получить пригласительный. Все подробности будут и в нашем эфире, и в социальных сетях, так что обязательно будьте с нами. У нас сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы обязательно вернёмся в студию. «Лучшее в стране». Продолжается программа, друзья. Мы сегодня говорим о национальном шоу России «Кострома», который уже можно наблюдать ежедневно, кроме четвергов, до сентября. В театре фольклора «Русская песня». Сегодня у нас в гостях потрясающий русский национальный балет «Кострома». И именно артистов балета мы с вами обязательно увидим. Но беседу мы продолжаем сейчас заслуженным работником культуры России, учредителем, президентом балета, и продюсером абсолютно всех проектов с Еленой Царенко. Лен, то, что мы увидели на видео, конечно, это восхищает. И работа проделана колоссально, это тоже видно. И на сегодняшний день, наверное, репетиции какие-то тоже проходят. Конечно. Кажется, это всё это часами какими-то только. Это абсолютно точно, часами. Ребята начинают свой рабочий день в три часа, начинается класс, учебно-тренировочная работа, они разогреваются, потом идут репетиции. Заканчиваем мы репетиции в 18.30, и через час начинается уже спектакль. То есть это, конечно, многочасовые репетиции. Представлять русскую культуру – это одно. А представлять культуру народов разных народов – это очень сложно. Сохранить национальный колорит, сохранить характер. Тем более ребята только что отработали Кавказ, потом они переодеваются на корягский номер или на татарский. Это нужно переключиться. И это всё очень легко утерять. И танцевать всё по-русски. Поэтому, конечно, мы очень много репетируем. Требуется, конечно, безупречное исполнение хороводов. Это линии, не только характеры линии. Это особые законы исполнения. Поэтому мы много репетируем. Этим, наверное, отличается наш балет. Ну, и ещё именно поэтому, в том числе, конечно, вы заслужили такое невероятное уважение и невероятную любовь. Не только в нашей стране, но и, конечно, далеко за пределами. У вас же просто какие-то рекордные посещения других стран именно с шоу «Кострома» с балетом. В этом году тоже, конечно, отправитесь куда-то. Скажите, пожалуйста, нам, жителям, зрителям из других стран, где они могут вас посетить. Да, но мы приглашаем в Польшу осенью. Те, кто нас не посмотрит, хотят, да, в Польше даже были зрители из «Костромы». В ноябре у нас будут польские гастроли. Перед этим мы заедем в Калининград. И весной мы планируем Аргентину, Бразилию. Готовятся большие гастроли в Японию. Очень долго ждали строительства театра. Они нас приглашают на открытие. В новый театр сразу. А вообще за всё время балет больше 30 стран посетил со своими программами и 45 туров. То есть у нас такой большой опыт работы за рубежом. Для меня, конечно, это таинство большое. Почему так любят русскую культуру? И, ну, наверное, можно ответить. Наверное, программа наполнена действительно добром, любовью, мощью какой-то, и с широтой. И те чувства, которые испытывают, они абсолютно у всех одинаковые. Что у поляков, что у французов, что у всех. Конечно, немножко по-разному кто-то оценивает. Французы очень тонкие оценители. Поляки, они ближе к нам, они славяне. И залы все стояли вообще. Все стояли. Для нас было это удивительно. Хотя мы поехали в сложное время. В сложное такое взаимоотношение у нас между нашими странами. Но это совершенно не чувствовалось. И поэтому гастроли прошли потрясающе. Спасибо вам большое, что вы показываете миру. В том числе и то, что Россия это не только балалайка, медведь и водка. Но это еще и много чего другого. Культура гораздо шире. И мы как раз разбиваем это привычное понимание глубочного фольклора тем, что программа отражает Россию с разной гранью. Историческую, дореволюционную, национальную, много конфессиональную. У нас практически все конфессии представлены, какие у нас живут народы нашей России. Даже есть Бурятия, даже есть ЦАМ, потрясающий еврейский иудаизм, и ислам, и все. И все мы мирно существуем одним домом. И, конечно, это такой яркий пример для других стран, где происходят какие-то такие сложные взаимоотношения между разными национальностями, конфессиями. То Россия — это пример существования одним домом, мирным домом. Я думаю, да. У меня, знаете, какой вопрос. В 91-м году в Костроме вы со своим супругом создали этот замечательный коллектив. Оказались там-то ведь тоже по стечению обстоятельств просто. Супруг, по-моему, проходил службу у вас там, да? То есть это не место вашей... Это не родина, это место, где вы родились. И остались в этом городе, в Костроме. Но после того, как уже успех, вы уже узнали, что это такое, уже полюбили, уже вас узнают, уже вас приглашают. Не было ли у вас мыслей на перебраться в столицу? Наверное, у большого количества достаточно успешных проектов эта мысль возникает обязательно. Ну, это естественное желание, наверное, действительно у многих. Не буду лукавить, были такие мысли, были, но такие они кратковременные. А не пойду, а нет, не поехали. Конечно, Кострома регион особенный. Это красивый город, исторический. Трудно мы приживались в этом городе по разным причинам. Но сейчас мы его любим. И, конечно, по воле Божьей мы там оказались. И, конечно, то, что отдала нам эта земля, то, что вот те трудности, которые мы прошли на пути создания, они, конечно, наверное, сейчас составляют большую ценность для нас. И мы теперь уже понимаем, мы построили свой центр, центр, как мы называем, центр балетного искусства вообще. У нас есть там свое здание историческое, в котором мы начинали, мы его отреставрировали. Сейчас сделали небольшую, такой пристроенный в этом же стиле получился архитектурный памятник 19-го и там 20-го, 21-го века. И, конечно, создали уже свою собственную базу, где нам удобно работать, красиво работать. И ценим Кострому за ее, конечно, за ее такую экологию чистую, за то, что нам там приятно жить и работать. Ну, я думаю, что и Кострома, конечно, невероятно вам должна быть благодарна. Понятно, не сам город, а правители нынешние, которые там, поскольку ведь огромное количество и других стран, и жителей зарубежных, в принципе, узнали, что есть такой город Кострома в России. И, в общем-то, конечно, по именно шоу Кострома, наверное, делают выводы, в том числе, о культурном уровне этого самого города. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно, потому что, ну, во-первых, звучит его название Кострома. Хотя, конечно, когда мы заходили в Москву с нашим проектом, мы его называем летний туристический проект, а сегодня это концептуальное шоу, очень правильно сделанное, маркетинг абсолютно правильный, который даёт нам определённый доход и даёт средства к существованию. Вот. Тогда мы заходили за словом Кострома, и это было очень сложно. Это было, я представила, конечно. Это было провинциальное восприятие. И на протяжении 15 лет, я говорила, но то больше на афишах, то меньше, то бледнее, то краснее. Сегодня оно ярким красным цветом. Крупно написано Кострома. Потому что уже на определённом этапе люди спрашивают стали, это действительно Кострома? Тогда мы пойдём. Кострома – это уже оригинал. Это бренд. Это уже стандарт, и это уже бренд. Конечно, ценят. Ценят и власти в Костроме, и поддерживают. И это, ну, это действительно такое партнёрство, очень сейчас крепкое. Мы его называем государственное и частное партнёрство. Вообще, на самом деле, мы автономная некоммерческая организация. И сегодня мы одни в исполнительском искусстве, в России, в нашем жанре. Есть много фестивалей, всякие там театральные, театры. В нашем жанре мы одни. И, конечно, немножко сложнее. Мы не государственный коллектив. И нам приходится вести большую, очень интенсивную гастрольную деятельность, очень много концертов для того, чтобы зарабатывать. И, наверное, это тоже, это, наверное, самый главный фактор того, что мы работаем на качество. Если не будет качества, конечно, нас не будут воспринимать. Уникальный, друзья, абсолютно уникальный русский национальный балет «Кострома». Сейчас у нас короткая пауза, после чего мы обязательно вернёмся в студию. Будьте с нами, потому что мы увидим фрагменты шоу «Россия и Кострома». Будьте с нами. «Лучшее в стране». На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, русский национальный балет «Кострома» представляет национальное шоу «Россия и Кострома». Уже 15-й сезон в Москве. И мы с вами обязательно должны посетить это шоу в Театре фольклора «Русская песня». Каждый день в 19.30, кроме четвергов, есть возможность у вас с друзьями, с родными, близкими, соседями, с родственниками, которые приезжают вам со всех уголков мира обязательно посетить это потрясающее, невероятное, красивое шоу. Мы продолжаем разговор с Еленой Царенко. Он у нас учредитель, президент балета, продюсер всех проектов «Позаслуженный работник культуры России» в гостях. И теперь уже не только одна Елена. Лен, представьте, пожалуйста, нам эту потрясающе, красивую, невероятную девушку. Что мы сейчас увидим? Мы сейчас видим Олесю в очень красивом костюме. Мы называем ее «Девушка в серебре», которая на протяжении 15 лет находится на наших афишах на синем фоне и является брендом национального шоу «Россия Кострома». У нас есть такой номер, «Теплота сердечная сканью» называется. Наверное, самый-самый любимый номер вообще в программе всех наших зрителей, который символизирует чудо скани. И Олеся сейчас представит. Это наша солистка, артистка балета. Ее муж тоже артист балета, выпускник первого нашего училища. У них уже двух детей. Какие молодцы! Олеся сейчас, конечно, совершенно... тоже они окажутся в коллективе. Надеемся. Балеток из дома, я так думаю, да. Олеся представит совершенно маленький, маленький фрагмент, конечно, номера, там буквально три движения. Но хочу сказать, что действительно люди... Мы долго искали вообще, что должно быть на афишах. Много спорили об этом. Тем более, если вы беретесь за всю историю России, конечно, попробуй выбери сразу. Поэтому чудо скани на фоне звездного неба, которое олицетворяет изящество искусства, много звезд. Оно безгранично просто искусство. И здесь есть символ Костромы, женского начала названия, символ плодородия, есть такой обряд. Мы собрали все в этом, и за ее красивыми руками открывается мир танца. безграничный, понятный всем людям, потому что язык танца без перевода. Поэтому я с радостью делюсь с вами такими таинствами. Мы готовы. Мы готовы и с большим удовольствием, конечно, смотрят. Включайте нам, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. И субтитры Хочется просто рассматривать, хочется даже и притронуться, и потрогать, и все очень красивый, невероятно красивый костюм. Олеся выпускница ваша, да? Олеся не выпускница, она выпускница нашего училища, другого. В городе есть еще одно училище, хореографического отделения, оказалась очень талантливой. Они к нам пришли, Олеся пришла в 2008 году, нашла больше 10 лет, нашла свое счастье, семью. Обрела здесь, и вообще у нас в балете очень много семейных пар, очень много детей. Ну, просто какая-то атмосфера чудесная, особенно вот на артистском теме, которые не могут встретить свою любовь, я думаю, еще и поэтому стараться оказаться в балете Кострома. Так что у нас красивая балетная пара. Олеся, ну, расскажи мне, пожалуйста, о своей любви к Костроме, я сейчас не про город, конечно, говорю про балет в первую очередь, о любви к городу понятно, коль ты там проживаешь. Я очень благодарна Елене Николаевне балету за то, что я приобрела семью, нашла любимого человека. Могу себя творчески выразить. Вот именно это то, что вот, наверное, это моя жизнь, да, в этой программе я вот, я в себе такая вот, мне очень нравится, и я очень благодарна вам за то, что и дети растут с нами, и все помогают, и мы все вместе, и это очень здорово. Ну, наверняка вы уже общаетесь с другими артистами из других коллективов, не знаю, да, скорее всего, 100% в социальных сетях, там где-то и так далее, и тому подобное. И в разных коллективах разная атмосфера царит. И, конечно, многие слышали эти страшные, ужасные истории про, не знаю, там, стекла в балетных, в этих, в пуантах и так далее, и тому подобное. Вот, я поэтому, конечно, простяюсь, но есть возможность сейчас, во-первых, чтобы услышала Елена, и чтобы предприняла какие-то действия. Как вы? Нет, у нас такого нет, и меня очень поразило, когда мы пришли сюда, что это взаимопомощь, это постоянные репетиции с очень спокойным отношением, то есть, вот, абсолютно все вот так, настолько по-дружески, что, нет, вновь приходящие девочки, мальчики, мы со всеми общаемся, дружим, помогаем, это самое главное. Ну, да, это большое счастье и большая удача совершенно. Никакого соперничества нет, и мы все одна семья. Алина, ну, вот ты точно мне, наверное, сможешь ответить, потому что ты непосредственно на сцене находишься, да, во время шоу. Скажи мне, пожалуйста, существует ли какая-то вот, какие-то стопроцентные такие места, где публика там, вау, как-то реагирует очень эмоционально, да? Есть такие какие-то кульминационные моменты? Да, когда девочки у нас выскакивают из шкатулки, конечно, весь зал замирает, ухи-вздохи, и вот это, конечно, это заворачивает. А на барыне, Олесь, вот уж этот фрагмент показал, только начинается в этом номере барыня, зал подхватывает мгновенно. Подхватывает, что они делают? Тоже двигатель руками повторять, пытаться или... Ну, дело в том, что перед этим они, конечно, увидели чудо, которое происходит на сцене, там есть волшебная шкатулка, из которой появляется 8 серебряных нитей. Это, конечно, чисто цирковой приём, но вообще, это же сказка, это же чудо, как вообще происходит, вот как появляется вообще эта сканет, на самом деле чудо. Это дело рук мастера, и вот только через какое-то такое вдохновение это происходит. Поэтому мы сделали из этой шкатулочки, она маленькая, чёрненькая такая, красивая тоже, с камнями, и из неё появляются 8 девушек. Конечно, они смотрят, откуда это, правда ли это из шкатулки, на самом деле из шкатулки. И, конечно, дальше девушки выходят красивые уже в этих костюмах, и начинается очень такая ритмичная музыка, известная русская, и они, конечно, очень планируют. Есть ли какие-то самые, не знаю, может быть, сложные для исполнения моменты, может быть, какие-то национальные танцы очень сложные, может быть, цирковые какие-то набирающие, может быть, костюмы какие-то настолько неудобные в каком-то моменте, что... На мой взгляд, это всё-таки хороводы, потому что здесь настолько должна быть техника, техника ног, надо плыть, просто нести себя, нести образ, и вот это действительно сложно. Ещё и линии, да, тешить линии, диагоналии. Да, видеть всё вокруг, то есть быть вот в этом коллективе в единстве. 360 градусов, наблюдать. Да, и вот это, мне кажется, самое сложное. Настоящие мастера, большие профессионалы, конечно, это вызывает невероятное восхищение. У нас небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами. Лучшее в стране. Продолжается программа, друзья, национальное шоу «Россия Кострома». Сегодня у нас в гостях русский национальный балет «Кострома», и мы готовы уже посмотреть фрагмент этого шоу. Елена, прошу вас представить, кого мы увидим и что мы сейчас увидим на нашей небольшой сцене. Да, цена действительно небольшая. Трудно представить, но ребята постараются. Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Российской Федерации, солистка нашего балета, которая проработала у нас 22 года. Педагог по народному танцу в нашем училище, основной педагог, её выпускники, практически 80% выпускники Ирины и Алексея Рубцова, её супруга. Иван, Иван, солист балета, первый выпускник. Вот сегодня вы видите, представляете, такой тендем очень интересный. Да, это здорово. Да, достаточно опытных уже танцовщиков. Иван уже много лет танцует, больше 12 лет на сцене, 15 сезонов. Кстати, ровно 15 у вас и в Москве. Да, 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 сезонов они отработали вместе в Москве. Вот. Иван, продолжатель династии. Иван Саренко, запоминаете это имя. Вот. А фрагмент, ребята, представят из северной сюиты «Легенда севера». Это корякский номер. Мы представляем собирательный образ в этой программе. Мы начинаем, представляем там и Венков, и Чукчи, и Коряки. Будет маленький фрагмент этой сюиты. Очень интересно. Давайте смотреть и получать удовольствие. КОНЕЦ 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 В основном все это ударные инструменты. Кавказский барабан у нас также есть. Но там, если здесь всего лишь один ритм, там действительно это гораздо сложнее. Что касается балета, я, конечно, хочу послышать вас. Ваше отношение, наверное, уже к этому родному дому. Понятно, что, Иван, и ты уже с пеленок, наверное, да? Так и можно сказать в этом коллективе. Ну, и Ирина очень много времени отдает жизни, уже и преподает. Что для вас этот балет Кострома, скажите? Ну, это не такие... Это обыкновенные слова, но кажется, что очень высокие. Это моя жизнь. Мы приехали с мужем. Мы не костромичи. Тоже не костромичи. Смотришь, как там в Костроме все делают достойное, прекрасное. Да, отовсюду. Много народу приехало из разных мест. Сейчас, конечно, больше уже ребят с Костромы. Кострома как Москва практически, я скажу, в этом плане. Жизнь — это счастье. На сцене, конечно, полная атмосфера. Счастье всегда царит, если еще и концерт пройдет удачно для тебя внутри. Ну, я не хочу сказать прежде всего, да. Но если ты доволен, если ты отдал и получил, то даже глаза другие после концерта. То есть могут быть такие моменты, что остаешься недовольным собой? Конечно, своим исполнением бывает, что не совсем что-то... Ну, мы, конечно, стараемся, чтобы этого не было. Ну, все бывает. Поэтому пытаемся наполнить, чтобы это не было тиражированием, потому что концертов много летом. Пытаемся как-то наполнить себя. Ходим в музеи, читаем книги, смотрим какие-то разные видео интересные. То есть у вас еще есть на это время, это хорошо. Надо находить. Все-таки не круглосуточно вас Елена заставляет там работать. Нет, у нас все, не знаю, все хорошо, все по расписанию, все как надо. Российское законодательство, да, Турамову Кодекса, все в порядке. Да, точно. Это же искусство, это так волнообразно. Поэтому считать, когда ты пришел, когда ты ушел, это, мне кажется, глупо. Ты должен быть счастлив. Столько времени уже в Москве, только 15 сезон, именно шоу «Россия Кострома» национальное. Мне хочется ваше мнение послушать, что касается аудитории и публики. Есть ли какие-то, не знаю, всплески интереса, затухания, может быть, как раз связанные там с какими-то нашими большими спортивными мероприятиями или, не знаю, культурными мероприятиями, да, и вообще интерес к русской музыке, к хореографии русской, к балету. Можно сказать, что он год от года растет? Или рэп наше все? Вы знаете, я хочу сказать, тенденция сейчас вообще удивительная. Наоборот, интерес растет к корневой культуре, у молодежи. И они это чувствуют генетически. Они приходят, и им это близко. И, ну, мне кажется, как раз сейчас идет такой возврат к своей культуре, и это необходимо стране, необходима молодежь, необходима России. Да, это все понятно. Ну, конечно, потому что, мне кажется, самое главное – это прийти, начать смотреть. А потом для многих это просто открытие. Все же думают, что это так, ну, фольклор, хотя мы очень, мне кажется, это слово так замылили, да. А здесь и элементы стилизации, и уже совершенно уникальная музыка, разные инструменты. Я не знаю, с каждым годом я лично больше и больше для себя открываю. Не закрываю, не надоедает. И поверьте, это честно от души. Есть какие-то у каждого из вас, может быть, любимые номера? Вот мы уже спрашивали там у Олеси о поводу самого сложного номера. А у вас, хочу узнать, есть ли какие-то любимые номера? Вообще, как у танцоров это происходит? Или бы это все, это моя работа, я, в принципе, люблю танцевать? Да, наверное, так программа, ну, лично мое, это, наверное, субъективное мнение. Я отношусь более целостно. То есть есть спектакль, концерт, и на него настраиваешься. Уже настолько стал, каждый номер не отделен друг от друга, ты уже настолько привыкаешь за эти 15 лет там к определенному порядку вещей, что трудно что-то определенное выделить. Ну, по мне лично, я, может быть, не совсем правильно сейчас говорю, но мне очень нравится техника мужская. Да, это какие-то, вот, поговорили как раз о каких-то цирковых элементах. В народном танце присутствуют такие, что это сродни цирку или гимнастике. Это еще с народа все шло, в общем. И это довольно интересное дело. Чем сложнее элемент, и чем больше раз все он хорошо получается на сцене, тем приятнее на душе становится. Наверное, это азарт какой-то. Поднять зрителей. Ну, мне больше сейчас нравится, больше, скажем так, копаться в нюансах народов. Вот, например, я почувствовала, что что-то на сцене не очень хорошо вот в том же севере. Ну, как-то вот, где-то раз пустота. Я открыла в интернете Чукотский ансамбль. Для многих сейчас просто удивление, что еще у танцора должно быть что-то внутреннее обязательно. Да, это точно, да, конечно. И что, и дальше? Открыла Чукотский ансамбль и пыталась смотреть, пыталась вот как-то вот туда в них влезть и раствориться там, чтобы понять, потому что это такие мелкие штучки, такие нюансы, которые там, голова не так идет, а чуть так, вот. Можно добавлю? Да, конечно. У нас была встреча на каком-то фестивале, точно не вспомню, или в Сочи, или не помню где. В фестивале молодежи, там, в Сочи. С Мэнгой встретились, с коллективом. Да, да, да. Не с Мэнгой тоже как-то. И с Мэнгой, с каким-то серийным коллективом, да. И так получилось, там была очень дружеская атмосфера за кулисами. Ну, да, не за кулисами, это все на улице происходило. Да, и мы стали показывать друг другу народные мастер-классы. Да, здорово. И когда они стали танцевать перед нами свои танцы, вы знаете, там, такие современные направления, как рамп, хип-хоп, действительно, они берут что-то из культуры, скажем так, очень древних цивилизаций. Древних, да, совсем народ. Очень интересно. Не так все это просто, и очень много нюансов. И самое интересное, что каждый регион, он представляет свои танец абсолютно по-разному. Да, и если знать еще и вот эту сторону, по-разному. То есть это вообще, я представляю, то есть если вдруг вы едете действительно куда-нибудь, ну, куда сказать, например, в Киргизию, да, с концертом, и то есть надо все-таки внимательно посмотреть, какой именно регион, потому что если что-то, голова пойдет не так, то в топы летят, в артистов. Потому что там билеты, как минимум, у нас цены. В трикваме Кавказа в Дагестан и в какую-то еще республику мы ездили. Да, было очень ответственно, да, выступать перед этими людьми, поскольку они носители этой кариографии. Да, а мы тут в Тулу со своим самоваром едем. А я расскажу, я сидела в зале, так волновались, вот так сидит лесгинка все. Вы представляете, а балетмейстер, который помогал нам делать этот номер и делал, ну, это жутко, это ноги, барабаны, все, культура, характер, все в одном, очень много факторов. И ребята, конечно, волновались, весь коллектив сидит лесгинка в зале. И я слушаю сзади, сидят национальные женщины, говорят, какой коллектив красивый, какой хороший. Выходят наши ребята, работают, и говорят, а наши-то как танцуют. А, они думали, это они? Да, я так вообще порадовалась за ребят, то есть они, конечно, постарались очень. И в Ингушетию мы ездили с этим номером, тоже получили такую серьезную, конечно, оценку, то, что очень сложно передать этот номер. Это успех невероятный, молодцы. Мы бесконечно восхищаемся вами, прервемся совсем ненадолго и обязательно еще пообщаемся с нашими гостями. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа, друзья, русский национальный балет «Кострома». Мы с вами знаем, что в любой удобный день теперь обязательно нужно посетить национальное шоу «Россия Кострома». Отправляемся в театр фольклора «Русская песня» в 19.30 с начала, и, между прочим, сегодня также у нас с вами есть возможность оказаться на этом грандиозном музыкальном событии, танцевальном, хореографическом событии, культурном невероятном событии Москвы и для гостей столицы, и, конечно, получить незабываемые эмоции. Я думаю, что вот ваше шоу, оно такого уровня, что если даже ты был когда-то, два или три года назад на нем, то еще и еще раз отправляться следует. То есть это не будет история про то, что ты уже видел это шоу, тем более, что вы же что-то добавляете постоянно туда, да, что-то, какие-то происходят изменения в самом шоу. Ну, вы правильно сказали. Многие возвращаются. И недавно, вот буквально на первых спектаклях, посетила супруга, шоу супруга Катара? Посла. Посла супруга, посла. Вот. Оказывается, она уже седьмой раз приходит. И она говорит, что я каждый раз прихожу и каждый раз по-новому смотрю. Вообще, есть за 15 лет уже создалась группа фанатов. москвичей. Которые, наверное, по всему миру ездят? Да. Приезжают каждый раз на сезон. И вот они говорят, что действительно, каждый раз они что-то открывают для себя новое. Во-первых, последить невозможно, когда такое количество, да, артистов на сцене, и каждую деталь, каждое движение. И ты каждый раз что-то новое увидишь. Ну, на протяжении 15 лет, конечно, программа поменялась кардинально. Мы начинали с одной программы, сейчас программа другая. Вот. Сейчас, еще раз повторяюсь, концептуальное шоу, да, вот о стране нашей великой, об истории, о народах. И, конечно, каждый раз добавляются нюансы какие-то. Потому что искусство, оно складывается из нюансов. И что-то новое происходит. В этом году мы добавили опять к Бурятии небольшой обряд. ЦАМ называется. Это маски, которые мы изготавливали в Монголии. Потрясающие костюмы. Такой небольшой ритуал очищения. Религия очень светлая. Что-то добавляем, над чем-то работаем. То есть очиститься еще можно, вот, благодаря этому ритуалу, посетив шоу Костромаза, это отдельное вам спасибо, конечно. Это очень интересно. Друзья, ну мы, конечно, не можем не поговорить про Юли Варильевича, который является также, Леночка, с вами, да, вместе. Или кто-то у вас есть между вами главнее, я имею в виду, тот, кто все-таки, кому в голову пришла идея, это создать балет. Слушайте, ну я, наверное, так не скажу кто-то главнее. Мы какое-то единое целое, понимаете? Мы создаем, обсуждаем все вместе. Ну вот 91-й год. Да, 91-й год, это была просто такая судьбоносная встреча. Мы были совершенно в разных местах абсолютно. Я была в Красноярске, мы встретились на фестивале. И когда привезли, Юра привез мне в этот маленький город, конечно, решение было непростое. Через несколько лет мы только решились на создание своего собственного коллектива, еще не понимая, во что это все выльется. Мы просто хотели работать, созидали, время такое было. Хотя 90-е годы были очень сложные, когда мы начинали это делать. Идея создания шоу, да, но, наверное, как Юра говорит, что, наверное, больше шло от меня тогда. Потому что мы увидели очень похожий в то время был коллектив. Владимир Михайлович Захаров создал тогда, он назывался «Кооператив». Видите, формы менялись. Мы были частной мозаикой, русской мозаикой. А я посмотрела их программу, мне, конечно, очень тронуло. Тогда мы ждали Ваню, и я была в интересном положении. Видимо, очень впечатлительная была, очень сильно. И я сказала, Юра, да, да. Так это благодаря Ивану тоже появился шоу. Я говорю, и тогда было просто принято решение, что нужно попробовать сделать, сделать, создать. А создание шоу на нас натолкнули, наверное, жители Австралии. Я помню, когда они сказали, а где там можно посмотреть в Москве. Как неожиданно. Да, мы были в своем туре. Вообще мы посетили Австралию уже три раза. 35, 88 концертов. Это были потрясающие, конечно, спектакли. И очень многие австралийцы, они спрашивали, а где это можно посмотреть в Москве. И, конечно, разные факторы были для создания этого проекта, в том числе экономический. Мы же не могли понять, что там это все нужно долго очень раскручивать, что такое проекты, как все продавать, как маркетинг, как реклама. Мы почему-то не думали об этом. Учились уже в процессе непосредственно. Но продолжали очень красиво, профессионально делать творительство. Да, но продолжали трудиться. И я вот просто маленькая, я не знаю, есть ли у нас время. Хочу сказать, что первый проект, когда мы приехали, мы дали 100 концертов без единого выходного. Не могли платить лишние деньги за аренду зала. И не понимали, какое количество нам нужно. Но мы понимали, что это должен был сезон. Нам сказали, что сезон там с мая по сентябрь. И мы 100 спектаклей сделали без единого выходного. Первый концерт взяли, было 17 человек. Ай-яй-яй. Вот, я хотела ребятам записывать аплодисменты. Это было очень трудно. Тысячный зал, да. Зал тысячный. Половина полоски занято. Ряда. Я на всю жизнь запомню этого первого испанца, который пришел на наше шоу покупать билеты. Он так сетовал, что такое за страна, что за такое вот обслуживание. Я нигде не могу расплатиться картой. И все. И потом пришел к нам покупать билеты и подает нам карту. И мы такие просто в таком ужасе. Смотри, это моя дочь. Она исполнительный директор шоу, директор нашего училища хореографического. И мы ему просто подарили этот билет. И подарили ему буклет, DVD. И у нас был первый посетитель. Потом он после шоу сказал, что я всем испанцам расскажу. Они будут в Питере. Приезжают испанцы через два дня. И говорят, слушайте, нам так рекомендовал вот этот испанец. Он говорит, жалко, что потерял карту, кредитную карту. То есть он так вот сетовал эту карту, но я потерял. Вот какие-то впечатления такие остаются, воспоминания. Я очень хочу, чтобы, Леночка, вы и, может быть, тоже коллеги рассказали о проектах, других проектах национального балета Кострома. Ведь не только же шоу «Россия Кострома», а не единым этим шоу, скажем так, вы занимаетесь и живы. Ну, во-первых, я хочу сказать о художественном руководителе два слова. Это Юрий Супрук. Он, конечно, является автором этих программ. И в эти самые минуты он как раз, я так понимаю, на репетиции. Сейчас идёт репетиция. Мы с вами приятно проводим время. А ребята на сцене каждый день, в общем, сейчас занимаются тем, что готовятся к концерту. Юрий Царенко, художественный руководитель, главный балетмейстер, хореограф и как раз создатель этой программы национального шоу «Россия Кострома». Ему огромное спасибо. Конечно, огромнейший привет. И будем надеяться, что в следующий раз он тоже обязательно у нас побывает в студии. Ну, конечно, у нас 11 проектов разных. Есть основные и базовые проекты. И об одном из них мне хочется особенно сказать. Это, я думаю, может быть, ребята поделятся. Это их любимый проект. Это «Домой с победой». Это военный проект, который мы будем представлять в юбилейном году. 75 лет победы. К 70-летию мы проехали по... 11 городам героям. 11 городам героям России. Может быть, два слова ребята скажут об этом проекте. Ну, во-первых, это было здорово и круто для нас, поскольку мы посетили эти 11 городов. Мы были и в Крыму на тот момент, и в Мурманске. То есть, естественно, без этого проекта мы бы, наверное, эти города бы не скоро увидели. А может, вообще никогда. Ну, и, конечно, это проект тот, который цепляет за душу, поскольку на тот момент очень много ветеранов приходило к нам на концерт. Они оставались после концерта, выходили на сцену. Ну, и увидеть участников войны и действительно тех людей, которые прошли те страшные годы, дорогого стоит. И, конечно, вдвойне приятно, что мы дарим какую-то радость. Может быть, это навоевает на них какие-то грустные воспоминания, может быть, счастливые моменты послевоенные. Мы не плакали. Да, это все, в общем, это было очень трогательно. И, к сожалению, мы понимаем, что сейчас 75-летие будет, ветеранов будет меньше, а на 80 лет, дай бог, еще ветераны останутся. И мы сможем еще раз поехать по этим городам героям и, скажем так, сказать спасибо именно этим людям. Очень познавательный проект. Я так понимаю, что там, понятно, наверняка и песни какие-то военных лет использованы, да? Вы знаете, мы представляем сначала довоенный период, парк 41-го года. Конечно, образы созданы очень тонко, что-то происходило. Мы работаем с живым симфоническим оркестром, музыка того времени. В парке разные персонажи, и начинается война, и пластические очень сделаны интересные нашествия. Очень мощная музыка, лазерная анимация, образы, мать 100 миллионов сыновей, проводы на фронт, когда миллионы солдат уходят. Мы представляем блокадный Петербург, когда создавались симфонии, седьмая симфония, фрагмент, падает люстра в зал, взрывается, и идет опять война. И это ночь, привал солдат наших, они пишут письма, говорят на разных языках, и на татарском, и на белорусском. Они пишут любимым своим, маме, и тексты эти, они безумно трогают, и синий платочек, и сквозное действие есть. И через всю эту войну нужно было пронести любовь и остаться человеком. Показать мощь и ту фашистскую угрозу, которая нависает и сейчас, вот почему он актуален и сейчас. Что с этим, ну, мы показали как бы вот все ужасы, трагедии войны вот через это, не вынося там особой страшной темы на сцену. И, конечно, победа, великая победа. И это целостно, это тоже концептуальный театр, симфонические оркестры и народная артистка. Ребята посещали в «Города и Героях» такие потрясающие места, мемориалы Джамушкайской каменоломни, они оттуда больше. Вообще-то каменоломни, после этого вообще страшно было как работать. Они как будто пережили войну, они и так повзрослели, и они, как говорит наш дирижер оркеста Павел Герштейн, они как будто из того времени, ребята. Я не знаю, как у них это получается, но это что-то прям особенное. О других проектах давайте еще скажем несколько слов. Ой, ну, я сейчас прям, ну какие-то интересные были песни еврейского местечка, очень особенные. 11 еврейских номеров, может быть, да. У нас есть разные детские проекты, дети-дети, мир под названием искусства танца, есть проекты международного танцевального вертюра мира, где мы представляем в зарубежных гастролях, мы представляем, как бы, берем концептуально, вот были в Китае, проезжаем по странам Брикс, поэтому вот научились в Китае, там представляли, где мы призываем, объединяем страны разные, пяти стран, призываем к миру, к любви, к добру, объединиться, и перекрестные такие вот, в общем, мастер-классы планируем. Ну, проектов достаточно много. Да, это правда, и можно зайти на официальный сайт. Да, можно зайти на сайт, прочитать, и социальный проект «Духовное здоровье наций», когда мы выезжаем, да, когда мы выезжаем, и более половины процентов зала мы отдаем билеты, это социальное незащищение слоям населения, это людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, ну, в общем, разным слоям населения. Я еще хотела спросить, кстати, у вас вот на сайте руссконационального балета «Кострома» опубликованы вакансии, артисты балета. Да. А они открыты? Правда, может, каждый... Ну, наверное, надо уже закрыть. Надо даже закрыть, потому что... В девушках, наверное, мы все еще нуждаемся. Да, в девочках мы нуждаемся, конечно, потому что девочки создают семьи, девочки становятся мамами. Ну, конечно. Вот, мужской состав у нас укомплектован, а девочки, конечно, нам еще нужны, но мы всегда рады, субботарим. Так что милости просим, большую семью, национальный театр «Кострома». И мы ждем особо одаренных людей, которые любят свою профессию, которые хотят жить на сцене, отдавать и дарить все это своим зрителям. Я хочу буквально вот по несколько слов попросить вас, наверное, пригласить наших зрителей и слушателей еще раз, да, на шоу «Россия Кострома», национальное шоу. Ну, в общем, да. Приходите, что мы там почувствуем, увидим. Приходите, вы получите массу положительных эмоций, открытий для себя. Еще раз повторяю, вы после этого будете счастливы, потому что мы стараемся, мы отдаем все, что у нас есть. Да, это Ирина Рубцова, заслуженная артистка России, репетитор балета, артистка балета. Многие пишут в отзывах, что мы гордимся своей страной. Не так часто услышишь это, и очень приятно, что именно после нашего шоу люди пишут именно эти слова. Иван Царенко, Иван, спасибо большое. Это уже заслуженный артист Костромской области уже, и заместитель художественного руководителя, репетитор по трюкам, артист балета, выпускник хореографического колледжа, губернатская балетная школа при русском национальном балете Кострома. Олесь Щербо, артистка балета, исполнительница многих сольных партий. Олесь, от тебя приглашение, ждем тоже. Приходите к нам, дорогие зрители, мы вас ждем, мы вам очень рады. Получите большое удовольствие. Какая красивая. Я не могу просто. Спасибо вам большое за эту красоту. Ну и, Леночка, конечно, вам слово. Заслуженный работник культуры России, учредитель и президент балета, продюсер абсолютно всех проектов. Дорогие наши, 30 лет. Вы просто являетно красивая женщина. Дорогие наши зрители, мы действительно очень счастливы. Счастливы, когда вы приходите к нам. И это такая ответственность большая для нас. Знаете, что мы все сердце, всю свою любовь, все дарим вам. Любите свою страну, любите свой народ, любите свою культуру. Будьте счастливы и получите массу удовольствия. И пусть это принесет вам огромную радость и пользу. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. И главное счастье, что вы это делаете с такой любовью. И, конечно, это должно умножать инородную любовь. Пусть всегда вас любят, пусть всегда вас ждут только аншлаги, невероятный международный успех. Огромное спасибо за вас, что побывали у нас в гостях, друзья. Ну а мы с вами, конечно, обязательно отправляемся все на национальное шоу России «Кострома» в Театр фольклора «Русская песня». Спасибо всем за внимание. Спасибо. Спасибо вам большое. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова